Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы свяжем вот такие вот панталончики или шортики под наш наборчик. Мы уже связали платьичко и сейчас я вам покажу, как связать вот такие замечательные панталончики под это платьичко. У меня обхват бедер здесь вот, если посмотреть по ширине, то где-то 49-50 сантиметров. В принципе, еще немножечко тянется, поэтому если вы хотите более шортиками, чтобы оно было не так свободно, то можете связать немножечко уже. От самой начала вот здесь вот резиночки, у меня здесь ставлена резиночка в туннелик, до конца вязывания рюши у меня 22,5 сантиметра. Рюшки я вдела вот так вот в них ленточку, то есть немножечко присузила эти рюшечки и получились вот такие вот колокольчикообразные немножечко у нас штанинки. Вот здесь можете вставить не только резиночку, но ленточку, какой-то может быть шнурочек, то есть в принципе все, что вам хочется. Можно не обязательно делать вот такой туннель, просто провязать три ряда столбиками, вы уже поймете по ходу вязания, я буду все четко объяснять и в средний столбик вставить вот такую же точно ленточку и постоянно ее завязывать, либо шнурочек. Это так, для тех, кому не очень нравится вот такая вот идея по поводу вставочки резинки, вот и кому интересно и понравилось, конечно же присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы Yarn Art Begonia, это мерсеризированный хлопок розового цвета, таким которым вязала платьюшко. Крючок буду использовать 1,75, далее понадобятся ножнички и сантиметр. Для начала наберем цепочку из воздушных петелек, которая будет по сантиметрам составлять обхват бедер плюс 3 сантиметра на облегание, то есть у меня 46 плюс 3 сантиметра, 49 сантиметра. Вот значит я делаю начальную закрепительную петельку, затем вяжу воздушные петельки, сколько у меня вместится, 49 сантиметров. Вот такая цепочка длиной в 49 сантиметров у меня получилась. Теперь я придерживаю крайнюю петельку на крючке и начинаю вот так вот, не отворачивая ни в какую сторону цепочку, нахожу первую петельку. Вот она у нас первая петелька, я ввожу в нее крючок и делаю соединительный столбик, то есть замыкаю вязание в круг. Замкнули вязание в круг, не перекручивая цепочку и теперь делаем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Делаем накид и в каждую последующую петельку цепочки нам нужно провязать по одному столбику с накидом. Первую петельку первый столбик, во вторую петельку второй столбик, далее третий, четвертый и так далее. В каждую петельку вяжем весь ряд по столбику с одним накидом до конца. Довязав до конца ряда столбики, убедитесь, что у нас вязание не перекрученное, вот оно ровненькое, хорошенькое и теперь делаем во вторую петлю подъема соединительный столбик, то есть замыкаем вязание снова в круг. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема и снова каждую петельку вяжем по одному столбику с накидом. Вот такое прямое вязание столбиками с накидом в каждую петлю у нас должно быть 4 ряда. То есть сейчас мы с вами связали первый ряд, уже начали второй вязать ряд и с каждым последующим рядом начинаете вязать из 2 воздушных петель подъема из первой петли основания, затем в конце замыкаете во вторую воздушную петлю подъема вязание наших круг. Перед тем, как продолжать вязать, убедитесь, что вот это расстояние довольно таки хорошее для того, чтобы вместить сюда попку, вот и если оно немножечко шире, чем нужно, то это замечательно, потому что в это вязание мы будем еще вставлять либо ленточку, либо резиночку, то есть опять же на свое усмотрение вы потом посмотрите, как вам больше нравится. Вот я скорее всего, что буду вставлять резиночку, это более удобно и практично, вот, но если это будет на один раз одеть у вас панталончики, значит, в принципе, можно и вставить какую-нибудь атласную ленточку. Вот для этого, чтобы потом что-то вставить в вязание, мы и вяжем эти четыре ряда высотой, затем мы вот так вот соединим по два ряда и будем сшивать. Получится такая трубочка или туннель для резиночки, шнурочка, либо ленточки. Поэтому сейчас вяжем четыре ряда столбиками с накидом в каждую петельку по столбику вверх, то есть в высоту четыре ряда. Не забывайте делать две петли подъема и соединительный столбик во вторую петлю подъема в конце ряда. Связав высоту четыре ряда столбиков с накидом, не спешите делать соединительную петлю во вторую петлю подъема. Нам нужно сейчас вот эти четыре ряда соединить вот так вот пополам. И у нас получается, соприкасаются петли первого ряда наборочной цепочки нашей воздушных петелек и четвертого ряда верхней петли. Смотрите, сейчас мы берем, делаем соединительный столбик, но сквозь получается вторую петлю подъема и находим здесь вот так вот снизу первую петлю подъема. Вот здесь вот. Получается, как бы пополам сложив, сквозь две стеночки мы сейчас будем вязать соединительный столбик во вторую петлю здесь и снизу первую вот здесь вот наборочную петлю подъема. Сквозь эти две стеночки делаем соединительный столбик четвертого ряда. Теперь смотрите, делаем две воздушные петли подъема, накид, и находим следующую петельку для вязания следующего столбика. Теперь смотрите, находим точно такую же петельку, параллельную с нижней стороны. И сквозь две стеночки нам нужно провязать столбик с одним накидом. Затем снова делаем накид, находим третью петельку сверху и со второй стороны снизу находим точно такую же параллельную петельку. И сквозь две стеночки вяжем третий столбик с накидом. Далее снова делаем накид и находим четвертую петельку сверху и снизу. И вяжем сквозь две петельки столбик с накидом. Итак, вяжем до самого-самого конца этого ряда, по кругу сшивая вот так вот за обе стеночки между собой первый и четвертый ряд. У нас получается, если вы вот так вот повернете к себе внутренней стороной, получается вот такой вот туннельчик из четырех рядочков. Вот такой туннель у нас послужит именно для продевания сюда резиночки, либо ленточки, что вы придумаете именно непосредственно для самой верхушки. Вот. Здесь дырочку оставлять не нужно и параллельно не нужно точно так же сшивать. Здесь довольно-таки большие отверстия благодаря столбикам с накидом. Поэтому, я думаю, вы без труда проденете уже в готовое изделие оконченное. Сюда вот шнурочек или ленточку или резиночку. В общем, кому как удобно. Сшиваем между собой, делая туннелик, вот эти четыре ряда только за вот эти вот стеночки самые-самые крайние, то есть за наборочную вот эту цепочку начальную и петельки четвертого провязанного ряда. Вяжем пятый ряд и затем перейдем непосредственно уже на сам рисуночек. Довязали до конца столбики с накидами и во вторую воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. Закончили вязать вот этот вот туннелик наш и теперь нам нужно перейти на основной рисунок. Делаем две воздушные петли подъема, накид и сюда же в петлю основания воздушной цепочки вяжем еще два столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй. Далее делаем одну воздушную петлю и пропускаем три снизу столбика с накидом. То есть, смотрите, три петельки. В четвертую вяжем три столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Воздушная петля. Теперь пропускаем снизу две петельки и в третью вяжем снова три столбика с одним накидом. Один, второй и третий. Воздушная петля. Пропускаем три столбика и в четвертую петельку вяжем 3 столбика с одним накидом воздушная петля то есть смотрите что мы делаем мы вяжем по 3 столбика с накидом чередуя то через три столбика предыдущего ряда в четвертый то через два в третий столбик предыдущего ряда снова 3 пропускаем в четвертый вяжем 3 столбика затем 2 петельки или два столбика пропускаем в 3 вяжем и так далее между вот этими тремя столбиками делаем по воздушной петельки то есть мы делаем арочку для следующего ряда так мы будем вязать до конца ряда смотрите я буду называть дальнейшем три столбика с накидом в одну петелечку просто как гусиные лапки на самом деле очень напоминает из трех палан состоит гусиная лапка вот так вот то есть мы будем вязать вот такие вот гусиные лапки и между ними по воздушной петле в каждом ряду но в первом ряду мы свяжем вот так вот чередуя 3 петельки затем 2 пропускаем петельки 3 петельки пропускаем затем 2 и так далее почему так смотрите в принципе по идее можно было вязать просто в каждую четвертую петлю но получится в итоге очень маленький такой вот объемчик если мы пропускать будем по 2 петельки то будет наоборот идти расширение такое если вы хотите такое вот расширение как купол то можете пропускать по 2 петельки я буду чередовать то 2 то 3 то 2 то 3 мне так будет удобно и достаточно для в общем моего объема нужного мне размера поэтому чередуем по три столбика с накидом вяжем в одну петлю воздушная петля и чередуем 3 2 3 2 3 2 вяжем по 3 столбика и воздушная петля 2 петли подъема в начале ряда нам заменили первый столбик затем довязали еще 2 и так далее в общем вяжем до конца ряда чередуя 3 столбика воздушная петля через несколько петелек снизу то 2 то 3 довязали первый ряд до конца и не спешите замыкать вязание в круг вам нужно посчитать количество вот таких вот орнаментов то есть состоящих из 3 столбиков с накидом лапа как я их буду называть и должно быть нечетное количество это обязательно почему потому что нам нужно общее количество вот таких вот лапах делящиеся на 2 и плюс 1 петелька то есть кратное 2 плюс 1 это уже нечетное количество получается у меня получилось 39 если же у вас получается четное количество то уменьшите на одну лапку подвинув на 3 столбика вот здесь вот вы снизу чередовали три столбика два столбика три столбика два столбика вот пару раз вам нужно будет провязать по три столбика и у вас получится нечетное количество теперь делаем воздушную петлю и во вторую петлю подъема первого столбика первого ряда делаем соединительную петлю, либо соединительный столбик. Первый ряд провязан, и нам нужно начать второй ряд. Для начала второго ряда нам нужно сделать переход под ближайшую воздушную петлю. Вот они у нас, арочки, между лапками арочки. Я перейду под правую от вот этого орнамента лапки, поэтому вожу крючок прямо под саму петлю, захватываю рабочую ниточку и вяжу столбик без накида. Он у нас заменит первую воздушную петлю подъема. Далее делаю вторую воздушную петлю подъема, и воздушную петлю еще одну для арочки следующего ряда. Теперь делаю накид и сразу же перехожу на вторую арочку. То есть вот она, вторая воздушная петля, под нее вяжу 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Воздушная петля. перехожу под следующую воздушную петлю и вяжу прям под нее, не в нее, 3 столбика с накидом. То есть не нужно сильно присматриваться, где эта петелька, просто вводите крючок прям под нее и вяжете орнамент из 3 столбиков с накидом и воздушная петля. Чередуем 3 столбика воздушная петля, 3 столбика воздушная петля до конца этого ряда. Смотрите, у нас сейчас вот этот столбик, можно так сказать, столбик с накидом, заменил в последней арочке третий столбик с накидом. То есть мы сюда будем еще довязывать 2 столбика и получится такая же лапка. Мы вяжем до конца ряда, чередуя 3 столбика воздушная петля. Довязали последнюю лапку, теперь делаем воздушную петлю и переходим в последнюю, вот здесь вот воздушную петлю между первой и последней лапкой. Делаем сюда 2 столбика с одним накидом, 1, 2 и третий у нас уже провязан, поэтому делаем во вторую петлю подъема соединительный столбик. Мы довязали второй ряд и каждый четный ряд будет заканчиваться точно так же. Начинаться со столбика с накидом, то есть который у нас заменят воздушные петли, либо переход столбика без накида и воздушная петля. А затем в конце ряда будет замыкаться двумя столбиками с накидом и соединительный столбик во вторую петлю подъема. Вот так каждый четный ряд. А первый, третий, пятый, то есть нечетный ряд будет начинаться следующим образом. Мы делаем переход соединительным столбиком в ближайшую арочку, то есть вот в следующую. Под воздушную петлю делаем соединительный столбик и мы уже находимся под ней. Можем вязать две воздушные петли подъема, накид и сюда же два столбика с одним накидом. Вот она первая лапка наша готова. И каждый последующий нечетный ряд будет начинаться с трех столбиков с накидом, то есть две воздушные петли и еще два столбика с накидом. Почему именно так? Потому что у нас будет вот этот вот переход из ряда в следующий ряд или замыкание ряда именно в одной части. То есть смотрите, если мы будем делать переход под ближайшую арочку каждый последующий ряд, то у нас будет вот так вот по диагонали смещаться замыкание ряда. Мне это, честно говоря, на шортиках не нравится, поэтому я буду делать четко посередине, соблюдая переход в ближайшую арочку. Тем самым буду делать в каждом четном ряду в ближайшую арочку вот здесь вот первый столбик, затем воздушную петлю и переход на следующую арочку. А в каждом нечетном ряду буду начинать с двух воздушных петель подъема и довязывать еще сюда два столбика с одним накидом. То есть этот ряд мы довяжем до конца, чередуя воздушная петля 3 столбика под воздушную петлю предыдущего ряда. А замыкать мы круг будем соединительной петелькой или соединительным столбиком во вторую петлю подъема. И делать переход в предыдущую арочку столбиком без накида, затем вяжем петлю подъема и воздушную петлю для арочки следующего ряда. Затем этот ряд четвертый уже будем замыкать двумя столбиками с накидом и соединительный столбик в третью петлю подъема. Я думаю, что здесь все должно быть вам остаться понятно, поэтому продолжаем все точно так же вязать в высоту где-то 16,5-17 см. Почему так? Потому что если мы померяем ребеночку вместе с памперсом, вот так вот повернем к себе передом и померяем вместе с памперсом от резиночки до промежности, вот это расстояние вам нужно связать. То есть если же у вас меньше, соответственно вы вяжете меньше, если больше, то вяжете больше. Я сейчас буду вязать и по ходу посмотрю, сколько мне нужно сантиметров точно, то есть 16,5-16-17 см. Вот я вам этого сейчас не подскажу, я уже довяжу высоту и буду наверняка знать, чтобы не ошибиться, подскажу вам потом даже количество рядочков, которые я провязала высоту. То есть делаем вот такие вот переходы, не забываем в каждом ряду, чередуем четный и нечетный ряд, значит переход либо один столбик подъема и переход на следующую арочку, либо сразу же вяжем три столбика и воздушную петлю арочку для следующего ряда. То есть вот так вот по серединке у нас будет четкая, может быть даже видна линия, но она будет ровно по серединке, она не будет смещаться по диагонали, потому что диагональ тоже в вязании видна. Итак, вяжем высоту, затем продолжим делать промежность для шортиков. Итак, общая высота провязана, у меня от начала вязания до промежности 17,5 см, мне достаточно для того, чтобы поместился здесь памперс. И теперь смотрите, расскажу вам по количеству рядочков. У меня их провязано 24 основного узора лапок и нам нужно провязать именно четное количество рядочков для того, чтобы у нас последний ряд заканчивался по серединке, обратите внимание, с задней стороны вот такими вот тремя лапками. То есть ровно по серединке лапка у нас, по центру и по бокам от нее еще две лапки. Почему так? Смотрите, нам сейчас понадобятся задние три лапки, можете отметить их маркерами по обе стороны, там где у нас воздушные петельки, арочки. Вот так вот три средние сзади и две передние центральные. То есть смотрите, вот они две передние центральные и если отсчитать от маркера до второго маркера, у меня 17 лапок с одной стороны и 17 лапок с другой стороны от маркера до маркера. Вот эти средние пять лапок нам нужны будет для провязывания вот этой промежности между ножками. И теперь смотрите, вот эта ниточка, когда вы сделали соединительный столбик, можете ее отрезать, она нам уже не нужна, нам просто нужно будет ее вдеть в иголочку и спрятать кончик вот этот вот по окончанию вязания. То есть смотрите, я сейчас на изнаночную сторону ее привытащу, эту ниточку, чтобы она мне не мешала, а затем по ходу вязания я ее спрячу или по окончанию вязания. Смотрите, центральные три, там где у нас ряд начинался со столбика без накида перехода в предыдущую арочку, две воздушные петли подъема, затем конец ряда у нас, два столбика и соединительный столбик вот здесь вот в петелечку подъема. То есть вот таким вот рядом у вас должен заканчиваться, полностью должна заканчиваться высота до промежности. Три здесь лапки отмечены и две спереди. Разворачиваем на передние две лапки, вот они у меня, и начинаем считать количество столбиков. Смотрите, воздушная петля, первый столбик, затем идет лапка из трех столбиков, это четыре получается столбика, воздушная петля, это пятая, три столбика, еще значит восемь получается столбиков, и воздушная петля, последняя, вот она где маркер отмечен, это получается девять столбиков с накидом. То есть, смотрите, воздушная петля, одна, вторая, третья, это три столбика, и шесть столбиков, девять столбиков в итоге. Значит, между маркерами у нас должно находиться девять столбиков. А с задней стороны, если мы посчитаем, три раза по три столбика, вот они наши лапки, это девять столбиков, и еще одна воздушная петля, вторая, третья и четвертая, то есть 9 плюс 4, 13 столбиков. С передней стороны 9, с задней 13, то есть нам нужно увеличить вот это количество 9 столбиков до 13, для того, чтобы соединить промежность. Мы сейчас берем эту ниточку, которую отрезали, и делаем начальную воздушную петельку. То есть просто захватываем ниточку и пропускаем сквозь рабочую петлю. Сделали изначальную рабочую петельку и теперь привытаскиваем ее с крючка. Находим первый вот здесь вот маркер с правой стороны и над ним воздушная петелька, то есть между лапками одна воздушная петля. Вводим крючок сюда, захватываем рабочую ниточку и вот так вот продеваем первую петельку сквозь воздушную петлю. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема 1, 2, накид и у нас дальше идут 3 столбика с одним накидом. Мы в каждую из петелек вяжем по одному столбику с одним накидом 1, 2 и 3. То есть смотрите, 2 воздушные петли нам заменили первый столбик, затем еще 3, это 4 столбика. Далее делаем накид в воздушную петлю между лапками, вяжем 5 столбик с накидом. Далее накид в каждую из петелек 3 столбика вяжем снова по столбику с накидом в каждую петельку 1, 2 и 3. Теперь между лапками воздушная петля, вяжем в нее последний столбик с накидом. И теперь пересчитаем. Первые 2 воздушные петли подъема 1 столбик, далее 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Как я вам уже говорила, у нас должно получиться 9 столбиков с накидом. У нас они получились. Теперь делаем в конце ряда 2 воздушные петли подъема и поворачиваем вязание на изнаночную сторону. То есть мы сейчас вяжем прямыми обратными рядами. Делаем накид и в петлю основания воздушной цепочки вяжем столбик с одним накидом. Далее в каждую из последующих петелек вяжем по столбику с накидом. То есть мы связали 2 столбика, сейчас связали еще один столбик, третий, далее 4, далее вяжем следующую петлю, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Далее во вторую петлю подъема вяжем десятый столбик. И сюда же во вторую петлю подъема вяжем еще один одиннадцатый столбик. Как так получилось 11 столбиков? Мы связали в петлю основания воздушной цепочки еще один столбик и в конце связали второй прибавочный столбик. То есть мы сделали в конце ряда и в начале прибавочку. Связали в одну петлю два столбика. Из девяти у нас уже получилось 11 столбиков. Теперь мы делаем 2 воздушные петли подъема и снова поворачиваем на следующую сторону, на лицевую сторону. Теперь делаем накид, пропускаем петлю основания воздушной цепочки и со следующей петли вяжем в каждую петельку по столбику. Две петли подъема нам заменили первый столбик, далее второй вяжем, третий, в следующую петлю четвертый, в следующую пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И во вторую петлю подъема вяжем последний, одиннадцатый столбик в этом ряду. Две воздушные петли подъема и поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Теперь снова в петлю основания вяжем столбик с накидом, то есть делаем прибавление в начале ряда, в каждую петельку вяжем по столбику и в последнюю, получается, петельку во вторую петлю подъема в конце ряда. Будем снова делать прибавление. То есть мы сделали прибавление, это два столбика, затем третий, четвертый столбик, в следующую петлю пятый столбик, далее шестой столбик, седьмой столбик, восьмой, девятый, в следующую петлю десятый столбик, в следующую петлю одиннадцатый. И во вторую петлю подъема вяжем двенадцатый столбик и сюда же, в эту же петельку, тринадцатый столбик. То есть мы снова в конце ряда сделали прибавление и у нас уже в конце этого ряда получается 13 столбиков с накидом, провязанных вместе с прибавлениями. Делаем две воздушные петли подъема и поворачиваем на лицевую сторону. В лицевом ряду мы свяжем каждую петельку по столбику. То есть мы пропускаем первую петлю воздушного основания цепочки. Со следующей петли начинаем вязать второй столбик, в следующую третий столбик, в следующую четвертый столбик, далее пятый столбик, шестой столбик, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый последний столбик во вторую петлю подъема. В принципе можно делать здесь и по три воздушные петли подъема, здесь это не столь важно, кто делает по три воздушные петли подъема, ничего страшного, это супер. Но так как у меня они немножечко такие перерастянутые, я вяжу довольно-таки свободно, то я всегда делаю две воздушные петли подъема именно в вот таком вот ровном вязании, как и вот здесь вот я точно так же делала две воздушные петли подъема. Смотрите, у нас получилась вот такая вот промежность язычок и нам нужно соединить вот эти 13 столбиков с накидом с вот этими 13 столбиками с накидом, то есть воздушная петля, лапка, воздушная петля, лапка, воздушная петля, лапка и воздушная петля. 13 столбиков и 13 столбиков что мы делаем мы выворачиваем на изнаночную сторону наше вязание вот так вот полностью вот и находим первую петельку вот здесь вот с одной стороны и первую воздушную петлю с другой стороны там где у нас маркер вот она воздушная петля там где маркер с задней стороны пропускаем от воздушной петли следующую петельку то есть смотрите вот она получается 3 столбик лапки перед маркером вводим в нее крючок в эту петельку и вытаскиваем сквозь эту петельку вот эту последнюю петлю провязанную рабочей ниточки вот она и подтягиваем хорошо петельку то есть что мы сделали мы просто соединили сквозь заднюю стеночку переднюю и вытащили рабочую петлю теперь находим первую петельку нашего вязания язычка вот этого промежности вводим в нее крючок и находим первую воздушную петельку там где у нас был отмечен маркер можно даже не с этой петельки а вот с первого столбика с накидом вот первого столбика лапки вводим в нее крючок и вяжем соединительный столбик далее находим следующую петельку здесь на язычке и следующую петельку в лапке среднюю и вяжем соединительный столбик снова следующая петелька здесь у нас на язычке и третья петелька лапки вяжем соединительный столбик снова здесь петелька и воздушная петля между лапками вводим крючок и вяжем соединительный столбик снова следующая с одной стороны петелька и первая петелька лапки вяжем соединительный столбик следующая петелька на язычке и средняя петелька на лапке вяжем соединительный столбик следующая петелька здесь и третья петелька. Вот здесь вот третий столбик на лапке. Вяжем соединительный столбик. Снова следующая петелька здесь и воздушная петля между лапками. Вяжем соединительный столбик. То есть мы делаем соединение вязания вот этого язычка промежности и второй стеночки. Вот так вот. Каждую петельку с одной стороны и с другой стороны, с одной стороны и с другой стороны. Из-за того, что у нас 13 столбиков с передней стороны и с задней, они у нас должны соприкоснуться при сшивании. Смотрите, вот такими вот соединительными столбиками сшиваем и находим вторую петлю подъема и последнюю воздушную петлю, там где у нас маркер и делаем последний соединительный столбик. Вот таким вот образом получается мы сшили нашу промежность. То есть смотрите, от двух лапок до трех мы провязали язычок средний и теперь у нас вот такие вот отверстия для вязания дальнейшей части ножки. То есть вот она сшита у нас промежность красивенькая. Можете ниточку не отрезать, а начиная с этой ниточки выворачиваете на лицевую сторону и будем продолжать вязание, обвязывание ножек высоты. Перед тем, как выворачивать на лицевую сторону вязания, вот смотрите, вот он наш язычок, вот это как ее еще называют ластовица по серединке. И смотрите, мы закончили сшивание соединительными столбиками, теперь делаем одну воздушную петлю подъема и соединительными столбиками нам нужно перейти где-то три раза. То есть смотрите, первый раз где-то вот во вторую здесь вот петельку второй раз перейти. И так как здесь столбик с накидом, то можно здесь же и третий раз перейти соединительным столбиком. То есть смотрите, для чего мы переходим соединительными столбиками? Для того, можно даже вот четвертый, для того чтобы, смотрите, нам сейчас на вот этой вот пластовице нужно провязать еще две лапки. То есть где-то будет располагаться, вот она последняя наша арочка, где-то будет располагаться вот здесь одна лапка и через буквально три-четыре соединительных столбиков вот здесь вторая лапка, здесь далее третья и так далее. То есть смотрите, на вот этой ластовице нужно расположить еще две лапки. Поэтому я сделала переход соединительными столбиками, далее делаю две воздушные петли подъема, можете даже три сделать воздушные петли подъема, при вытяните петельку, а затем вот так вот выворачиваете полностью наше вязание на лицевую сторону. То есть посмотрите, что у нас получается. У нас получается, здесь вот провязана ластовица, здесь красиво сшита, обратите внимание, чтобы она у вас была красиво сшита. И после того, как вот здесь вот мы все красивенько видим сшиты, можно снять наши маркеры, они нам больше не нужны. И мы сейчас будем вязать в круговую такие же лапки, как и до этого. Мы будем вязать высоту штанишки, и после этого будем обвязывать ее, и практически наши штанишки готовы. Самая основная часть у нас позади. Вот, все, смотрите, я маркеры сняла, и у нас уже провязана высота первого столбика. Вот они, как я вам уже говорила, две-три петли, можете три даже здесь петли в начале сделать. И смотрите, сейчас мы свяжем в петлю основания вот этой цепочки воздушной еще два столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй. Далее делаем воздушную петлю и переходим на вот эту воздушную петлю арочку. Под нее вяжем три столбика с одним накидом. Один, два и три. Теперь делаем воздушную петлю и переходим под следующую арочку. Под нее тоже вяжем три столбика с одним накидом. Один, два, три. Воздушная петля. Под следующую арочку один столбик второй и третий. Сюда же воздушная петля и так далее. То есть смотрите, мы будем вязать сейчас по кругу, провязывая под каждую воздушную петлю три столбика с накидом. Далее мы провяжем до вот этой вот последней арочки на штанинке. Я вам дальше покажу, как мы свяжем на вот этой части на ластовице еще одну вот такую вот лапку и затем замкнем уже вязание в круг. Связали под последнюю воздушную петлю три столбика лапку нашу и делаем воздушную петлю. Далее у нас остается между первой провязанной лапкой в ряду и вот этой нашей последней вот такое расстояние. Делим визуально это расстояние напополам. Вот так вот. И вяжем в эту серединку три столбика с накидом. 1, 2 и 3. Далее делаем воздушную петлю и если вы вязали в начале ряда три петли подъема, то в третью петлю подъема. Если две, то во вторую петлю подъема соединительный столбик. Таким образом мы замкнули ряд. Посмотрите, у нас на вот этом язычке получилось вмещение двух еще рапортов, то есть две лапки. Вот таких вот рядочков мы будем вязать еще четыре. То есть первый ряд мы связали и еще довяжите самостоятельно четыре. При том, что я буду снова вязать рядочки точно так же, как и вязала здесь. То есть стыковая линия у меня будет тоже ровная. Вот здесь она будет у меня почти по серединке с внутренней стороны. И ряд я буду сейчас начинать. То есть он получается четный. С переходом предыдущую вот здесь вот арочку столбиком без накида. Далее две воздушные петли и переход на следующую воздушную петлю. В нее вяжем три столбика с накидом. Воздушная петля и переход на следующую воздушную петлю. Далее в конце второго ряда я свяжу два столбика с накидом вот под эту арочку и сделаю во вторую петлю подъема. То есть первую петлю подъема и вот этот столбик без накида у нас замещает вторую петлю подъема. Вот так вот соединительный столбик. И каждый нечетный ряд я буду начинать с перехода и вязать три столбика с накидом. То есть две воздушные петли подъема, еще два столбика. А каждый четный ряд я буду начинать со столбика без накида перехода под предыдущую арочку. Две воздушные петли подъема и сразу же вяжем во следующую арочку три столбика с накидом. То есть вот таким же образом как мы уже вязали полностью высоту вот здесь вот наших шортиков вот таким вот образом мы связали первый ряд далее начали второй ряд и еще самостоятельно вам нужно будет довязать второй ряд до конца и еще три рядочка я думаю это будет достаточно для высоты штанинки вот так вот а затем мы провязав 5 рядочков посмотрим сколько нам еще и чего нужно будет довязать для того чтобы оформить красиво вот это вот штанинку я решила связать не 5 а 7 рядочков лапок то есть смотрите изначальный вот он ряд 1 наш затем 2 3 4 5 6 и 7 я закончила соединительным столбиком во вторую петлю подъема и теперь делаю назад столбик без накида то есть как бы возврате к такой предыдущую арочку теперь набираю 2 воздушные петли подъема и в эту же арочку вот так вот под воздушную петлю предыдущего ряда вяжу еще два столбика с одним накидом теперь в следующую арочку вяжу столбик без накида под следующую воздушную петлю далее делаю накид и под следующую вот эту воздушную петлю вяжу 7 столбиков с накидом первый столбик в эту же арочку ввожу крючок вяжу второй столбик, под эту же арочку третий, далее четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее ввожу крючок под следующую воздушную петлю, в следующую арочку и вяжу столбик без накида. Далее снова накид под следующую вот эту воздушную петлю вяжу 7 столбиков с накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть и последний седьмой столбик. Под следующую воздушную петлю вяжу столбик без накида и под каждую следующую четную арочку я буду вязать 7 столбиков с накидом, а под ней четную столбик без накида. То есть просто чередуем в одну арочку вяжем 7 столбиков, во вторую столбик без накида. Снова делаем накид под арочку следующую 7 столбиков, столбик без накида. В эту арочку мы будем 7 столбиков вязать, следующую столбик без накида и так далее. Чередуем до конца ряда 7 столбиков, столбик без накида, 7 столбиков с накидом, столбик без накида в предпоследнюю арочку под воздушную петельку связали столбик без накида и в последней арочке у нас уже связаны 2 воздушные петли подъема и 2 столбика до 7 нам нужно довязать еще 4 столбика то есть 3 уже есть, до 7 увеличиваем количество столбиков поэтому довязываем еще 1, 2 столбик, 3 и 4 под эту арочку далее во вторую петлю подъема делаем соединительный столбик и завершаем обвязывание вот такими замечательными веерочками по кругу теперь можно ниточку вот эту отрезать нам нужно оставить кончик всего лишь для того, чтобы заправить его и затем осталось вставить ленточку и у вас получится замечательная вот такая вот нижняя часть шортиков я взяла ленточку 55 сантиметров я думаю, что этого вполне достаточно можно даже, пожалуй, 50 взять я взяла такую вот с запасиком и берем, вставляем вот сюда таким образом, чтобы у вас бантики были сбоку то есть вот, начиная вот с вот этой, пожалуй, арочки вставляем ленточку вот в этот предпоследний ряд то есть тот ряд, который мы начали обвязывать вот этот вот и вставляем ленточку через 3 столбика вот так вот надеваем, вставляем и так далее получится вот такая замечательная сторона и здесь точно так же сверху вам нужно вставить здесь есть хорошие вот такие вот зазоры столбиков вам нужно через эти зазорчики вставить нужной длины резиночку завязать, либо же лучше сшить, чтобы не было никаких узелочков и у вас получится вот такой вот собранный верх я думаю, что здесь все осталось понятно обязательно не забудьте спрятать все кончики, ниточки если где-то у вас были связывания ниточек вот у меня связывание я специально узелком связала, чтобы у меня не распустилась по ходу носки и вам нужно будет вдеть ниточку, вот эту кончик в иголочку и спрятать по меж вязаниям в самые тугие места и вот такие замечательные наши шортики готовы я надеюсь, что вам осталось все понятно и было интересно вязать поэтому, конечно же, комментируйте, ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал всем хорошего настроения пока-пока